8.30 в Ярославле. Это экстренный выпуск новостей на телеканале Первый Ярославский в студии Юрий Кораблёв. В Ярославле на улице Железнодорожная в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. ЧП произошло около пяти утра, когда все жильцы спали. И сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Светлана Доброохотова. Она находится на месте событий. Светлана, доброе утро. Какова ситуация на данный момент? Да, здравствуйте, Юрий. Слышно меня? Юрий, в 4.20 где-то произошел хлопок в доме на улице судостроителей. Пятиэтажка обрушилась. По предварительной информации, четыре погибших уже на данный момент есть. Четыре пострадавших находятся в больнице. С ними ведутся, с ними работают врачи. Сейчас на месте работают спасатели. Здесь также находится губернатор Ярославской области Сергей Николаевич Ястребов. Он лично следит за ходом спасательных работ. Вот Сергей Николаевич как раз находит на место. Мана, что сейчас губернатор какие-то заявления делает на данный момент? Да, на данный момент предварительная версия, которую озвучивает Сергей Николаевич. Это взрыв бытового газа все-таки. От 12 до 17 человек сейчас могут находиться под завалами. Но, как сообщили жители соседних домов, соседних квартир, что одна квартира все-таки в этом доме была нежилая. Скорее всего, людей там не находилось, но 12 человек могут находиться все-таки под завалами. Четыре человека, повторюсь, погибли. Светлана, нам известно, что сейчас жильцы дома эвакуированы в местный социальный центр. Что об этом известно? Да, жители соседних домов, жители этого дома, точнее, простите, эвакуированы в соседний ДК. С ними ведутся работы психологов. Также организовано там питание для них. Находятся там, в принципе, вот все, что могу сказать. Пока ничего не известно. Когда у нас первая съемочная группа утром работала, я вот сейчас вижу, сзади у дома уже верхние плиты сняли, плиты нависали. Это давно произошло? Сейчас плиты разбирают, да, то есть мы видели, вот два-три КАМАЗа с обломками уже были вывезены. Сейчас работает техника, вот можно посмотреть, да, то есть разбирают сейчас завалы машины, поднимают плиты, пока вот людей оттуда еще не достали. Территория по-прежнему отцеплена, да, Свет? Территория по-прежнему отцеплена, людям очень много зевак. Вот, пожалуйста, сейчас можно посмотреть. Вот. Свет, спасибо большое. Территория по-прежнему отцеплена, сюда никого не пускают. В принципе, журналистам нам даже туда пройти очень проблематично. А я напомню, на прямой связи со студией с места ЧП была наш корреспондент Светлана Доброхотова. Ну и давайте сейчас восстановим хронологию событий. Непосредственно вернемся к видео, которое мы сняли с утра. Посмотрите, это видео нам удалось снять спустя пару минут после взрыва, пока оперативные службы не выставили оцепление. Стены пятиэтажки обрушились, спасатели разбирают завалы жилого дома, но пытаются найти выживших. Рядом с домом все жильцы их срочно эвакуировали. И вот комментарии жильцов. Взрыв был. Сочи ли пятого. А когда вас сколько? Ну, делаем пятнадцать пятого. Я только услышала взрыв, и потом увидела, вот на втором этаже огонь. И там крик. Я звонила в пожарную. Взрыв. Машины загудели, и все, больше ничего. И проснулись, и нас постучали. Взрыв. Проснулись все. Но нет, видать, из моего окна. Сразу же огонь появился вот в этой квартире. Да, все спали. Половина пятого взрыва. Я подумала, что машина взорвалась. Ну, под окошками ставят машины. Потом встали, видите? Муж выскочил. Помогите. Очень серьезно. И причем, знаете, сначала первый взрыв, а потом еще ух. Сразу посыпала. Еще что-то, да, такое. Муж выскочил и говорит, все, давай, быстро собирайся. Как карточный домик может сложиться, потому что, говорит, там полдома снесло уже. Ну и все, вообще тут паника началась. Быстрее хватаешь, еще попало. И бегом на улицу, он говорит, быстрее на улицу выходи, сейчас может обвалиться все остальное. Сообщения о погибших и пострадавших постоянно обновляются. Всех пострадавших сейчас каретами скорой помощи доставляют в больницу. И вот сейчас официальный комментарий мы получили на руководителя больницы Мини Соловьева. Доставили трех пострадавших. Остальные, видимо, еще под завалами. Достаточно тяжелые все три пациента. В шоке две женщины и мужчины. У одной женщины достаточно сильно раздавлены ноги, открытые суставы глиностопные, раздавлены стопы. Ну и мужчина с переломом таза, тяжелый шок, он уже обработан, находится в реанимационном отделении. А две женщины в операционных еще пока начали поступать где-то в 5.20. А можно подробнее какие травмы, насколько серьезные? Ну, травмы у всех серьезные, потому что все находятся в состоянии шока. Раны загрязнены, поэтому обработки достаточно тщательные, длительные, с дренированием, естественно. А какие в основном конечности пострадали? Ну вот у женщины одной ноги, две ноги, там открытые глиностопные суставы и раздавлены стопы. Буквально через 15-20 минут после обрушения все, весь радиус вокруг, вернее, вокруг, в радиусе вокруг 100 метров, вокруг дома всю территорию оцепили. В непосредственной близости сотрудники Центра гражданской защиты начали работать и с помощью специального эвакуатора стали убирать автомобили, дабы расчистить место для работы специальной техники. Туда приехал автокран, начали с помощью него поднимать бетонные плиты. К месту событий также подъехал руководитель областной полиции Николай Трифонов. В целях обеспечения правопорядка безопасности развернут оперативный штаб по линии Министерства внутренних дел, по линии Управления Министерства внутренних дел Париславской области. Сосредоточено более 100 сотрудников личного состава. Личного состава по обеспечению правопорядка безопасности осуществлено оцепление, прекращен доступ к месту событий, проводятся соответствующие мероприятия. Со многими жильцами работают сотрудники территориального центра медицины «Катастроф». Людям нужна психологическая помощь. В первом подъезде одна женщина не смогла сама выйти из дома. Пенсионерка не может ходить, ее эвакуировали спасатели. Довольно скоро на месте ЧП появились городские областные функционеры. За ходом спасательных работ в непосредственной близости наблюдает губернатор области Сергей Ястребов. Все, что касается работы, работа организована. Первый штаб по разболке я провел полшестого утра. Семь часов у нас второй заседание штаба. Во всяком случае, сейчас самое главное, чтобы мы как можно оперативнее смогли подвести разболку заваров. О безопасе в том числе работающих. Есть одна нависающая плита, стеновая панель, которая нас очень беспокоит. Я думаю, что через несколько часов, скажется, будет более ясна, и все, что связано с причинами, ну и величиной трагедии. А я напомню, в Ярославле около пяти утра произошло обрушение подъезда жилого дома на улице Железнодорожная в поселке Судостроителей. Несколько человек погибло. Также ряд людей находится в больнице. На месте работают спасатели. Мы вернемся в эфир через несколько минут. Корреспонденты первого Ярославского работают на месте событий. Оставайтесь с нами.